Здравствуйте! Вы смотрите новости на ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Олег Шпикбаев освобожден на должности председателя антикоррупционной службы. Президент Укаев дал поручение новому главе антикора. Земельный вопрос продолжает активно обсуждаться в Казахстане. Активисты пригласили на встречу чиновников и депутатов. Однако пришел только член земельной комиссии. Президент Укаев поручил новому главе антикора следовать принципу «follow the money». Что в переводе звучит как «следуй за деньгами». Глава государства провел совещание по вопросам противодействия коррупции. Открывая мероприятие, он объяснил, почему назначил на должность председателя агентства по противодействию коррупции Ахмеджанова. Президент также сообщил, что по его поручению разрабатывается законопроект об общественном контроле. Шпикпаева упрекали за то, что он ловит мелких рыб, а крупные щуки уплывают из его сетей. Затем ему ставили в упрек, что сотрудники антикора сами предлагают деньги и искушают потенциальных коррупционеров. А это рассматривалось как провокация. Впрочем, президент Укаев не стал конкретизировать причины смены руководителя ведомства. Глава государства лишь высказался по поводу назначения Ахмеджанова. Он занимал руководящие должности в Минюсте и Генпрокуратуре. В свое время был заместителем агентства. Поэтому я принял решение назначить его на эту должность, отметил Токая. После этого он дал поручение уже новому руководителю антикора. Госаппарат избегает принятия решений, подвержен бюрократии, а должностные лица боятся принимать на себя личную ответственность. Агентство должно различать ошибки, допускаемые в ходе работы и умышленные преступления. Кроме того, необходимо привлекать виновного к ответственности только при наличии полной картины состава преступления. Президент также сообщил, что по его поручению разрабатывается законопроект об общественном контроле, предусматривающий обеспечение открытости и подотчетности госорганов перед обществом. Кроме того, глава государства поручил уделить особое внимание разыскным мероприятиям. Необходимо уделить особое внимание вопросам конфискации имущества, добытого преступным путем. Отмечаю потенциал принципа «Follow the money». Неотвратимость конфискации имущества, добытого преступным путем, должна способствовать предупреждению любых действий коррупционного характера. Что же имеется в виду? На Западе уже давно введена концепция параллельных финансовых расследований. В чем суть такого метода? Цель каждого преступления – излечь преступную выгоду. Поэтому в западных странах главенствует принцип «следуя за деньгами» – «Follow the money». Как признавался генпрокурор, в Казахстане, напротив, увлекаясь уголовным процессом, слишком поздно начинает искать преступные доходы. Поэтому и появляются беглые олигархи. Другими словами, если следователь распутывает преступление, то ниточкой может прослужить финансовый след. По этой ниточке можно распутать клубок преступлений. Боржанжи Ахмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42, при поддержке ТРК президента. Земли Казахстана нужно отдавать в частную собственность. Тогда у нее будет хозяин. Так делает весь мир. Такое заявление на круглом столе в столице сделал председатель ассоциации овцеводов Садырбаев. Но собравшиеся выступили против такой идеи. По мнению гражданских активистов, организовавших круглый стол, землю можно отдавать только в аренду. На этот круглый стол гражданские активисты пригласили депутатов и чиновников. Но никто из них не пришел. Появился только один член земельной комиссии Садырбаев. По его мнению, у любого гражданина страны, желающего заниматься фермерством, должно быть право частной собственности на землю. На этом держится основа мировой рыночной экономики, отметил он. Присутствующие заявили, что земля – это мать, а мать продавать нельзя. Хорошо, мать нельзя продавать, а в аренду сдавать можно, удивился член земельной комиссии. Если бы земля была в частной собственности, фермеры бы вкладывали в нее гораздо больше, чем сейчас, заметил он. А сейчас земля теряет плодородие. На сегодняшний день мы потеряли 50% гумусного слоя. Понимаете? Сейчас мы говорим, у нас земля есть. На самом деле она в полцены того, что нам оставили 30 лет назад. Это ненормально. Потому что? Потому что нету владельца этой земли. Нету хозяина. Хозяин должен быть человек. А государство, правительство – это абстрактные вещи. По мнению Садырбаева, частная собственность на землю важна еще и потому, что создает для фермеров возможность заниматься своим хозяйством поколениями, передавать знания от отца к сыновьям и делать свою продукцию узнаваемым брендом с многолетней историей. Сегодня всего 4 страны в мире не имеют рынка земли и частной собственности на землю. В остальном мире частная собственность существует, полагает он. Срок аренды в самом худшем случае должен быть до 98 лет, сказал Садырбаев. Это подразумевает, что она будет передаваться из поколения в поколение. Такое практикуется в Израиле. И субаренда, которой противятся многие, тоже должна остаться, полагает он. Субаренда сегодня в природе есть. Так не надо с ней бороться, надо ее узаканивать. Понимаете, это как бесконечная борьба с проституцией получается. С ней борются, борются, деньги тратятся, а она есть. То же самое субаренда в природе есть. Надо ее узаканить, чтобы налоги поступали в бюджет. Они по скрытым карманам тех, кто ходит, проверяет. Это все в форме, это все при власти. Они ходят, проверяют еще. Тычат на фермера и говорят, ты сдаешь субаренду. Ассалам алейкум. Понимаете? Так не должно быть. Несмотря на всю логичность этой точки зрения, с ней согласны не все. Определенная часть граждан ратуют за то, чтобы не давать фермерам право частной собственности. Высказываются опасения, что земля в таком случае будет раскуплена латифундистами и будет потеряна для страны. Только в аренду. Абсолютно правильно. Мы же понимаем, что такое вопрос земли. Это вопрос национальной безопасности. Мы понимаем, насколько коррумпирована наша власть. Мы понимаем, насколько нищенски, насколько ничтожна наша экономика по сравнению с экономикой других гигантов, соседей нас же. В результате дискуссии собравшиеся активисты попросили Садырбаева выйти из земельной комиссии. Гражданские активисты так настойчиво просили об этом члена земельной комиссии, что ему пришлось просто выйти из круглого стола. Боуржан Шейхмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Далее короткие рекламные сюжеты и сразу после него вы увидите. Подсолнечное масло подорожало в западной Казахстанской области. Ранее была установлена предельная цена на продукт, но продавцы магазинов ее не соблюдают. Работники скандальной свинофермы в Актюбинской области устроили голодовку прямо на территории комплекса. Люди требуют возобновить работу предприятия. В Атараусской области чиновнику, которого обвинили в коррупции, вынесли оправдательный приговор. Весна. Пора в мечту. Успейте приобрести качественную электронику и бытовую технику со скидками до 70% и получайте кэшбэк 20% в магазинах «Мечта». С 5 по 18 апреля в сети магазинов «Мечта» вас ждут скидки и выгодные предложения. В «Мечте» представлен широкий выбор электроники и бытовой техники от ведущих мировых марок, которую также можно приобрести в рассрочку. Уважаемые жители и гости города, весна. Пора в мечту. С 5 по 18 апреля дарим скидки 20% на второй товар, 50% на третий товар, 70% на четвертый товар в чеке. Либо кэшбэк «Мечты» до 20%. Весь апрель рассрочка на 24 месяца в банках-партнерах, а также рассрочка на 12 месяцев от Каспий Банка. Делайте правильный выбор, покупайте технику «Выгодно в мечте». Приходите, мы будем рады вас видеть. Не упустите шанс сделать выгодную покупку. Магазины электроники и бытовой техники «Мечта» ждут вас по адресам. Улица Курмагазы, 69, в районе Центрального рынка. И Сырымодатова, 10, треп 1. В Западно-Казахстанской области по-прежнему идет рост заболеваний коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю количество заболевших увеличилось на 8%. В зеленой зоне находятся только Сырымские и Каратубинские районы. За последние сутки зарегистрировано 112 новых случаев заражения COVID-19. В апреле мониторинговыми группами выявлено 19 объектов, работающих с нарушениями карантинных требований. Наложены штрафы на сумму более 4 миллионов тенге. С начала пандемии по области всего умерло 261 человек. С начала 2021 года зарегистрировано 91 случай смертности от COVID-19. В 10 инфекционных стационарах на 800 койках находится на лечении 579 человек. Наполняемость составляет 73%. В целях предупреждения распространения инфекции в Западно-Казахстанской области дали старт пилотному проекту «Ашек». Приложение апробируют в одном из фитнес-центров Уральска. В палате предпринимателей регион отметили, что с 26 апреля проект «Ашек» заработает и на других бизнес-объектах региона. Приложение позволит предпринимателям работать в условиях карантина. 26 апреля пилотный проект «Ашек» завершит свою работу, после чего его масштабируют на все регионы. Об этом сообщает постановление главного государственного санитарного врача Ерлана Киясова. Уральские работы приложения проверяют в одном из фитнес-центров. Если человек знает, что он болен, он будет знать, что в фитнес-центр он ходить не будет. Ну и соответственно, то, что мы будем работать в субботу с пресеньем, это для нас огромный плюс. Мы хотим работать без выходных. В палате предпринимателей региона отметили, что приложение будет работать в кинотеатрах, фитнес- и спа-центрах, саунах, бассейнах, компьютерных и боулинг-клубах. Также в списке театра, филармонии, караоке и банкетные залы. Зелёный и синий, если высвечивается статус, то этот человек спокойно может проходить. Что касается жёлтого и красного, это красные, те люди, которые в настоящий момент являются переносчиками, люди, которые болеют. И жёлтые – это те контактные лица, которые состоят в базе данных медицинских учреждений. Владельцам бизнеса нужно подать заявку для получения QR-кода на сайте infokazachstan.kz. Уже изъявили желание более 20 объектов, которые хотят уже работать. Это в основном объекты, которые в период ограничительных мероприятий вообще не функционировали или функционировали с ограниченным периодом. То есть кинотеатры, боулинги, бильярдные, в том числе и рестораторы, которые не функционировали. Поэтому данный проект очень важен в целях безопасности. И я думаю, уже 26 апреля мы сможем уже объекты, то есть смогут уже работать в период, например, если согласно поставлению, если в красной зоне, то они могут работать как в жёлтой. Если в жёлтой зоне, то тоже могут работать как в зелёной зоне, согласно требованиям поставлений главы санкарного врача. Отметим, что подобные приложения положительно зарекомендовали себя в других странах мира. Роман Копняев, Монорбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК-42. Костанайцев стали вакцинировать в торгово-развлекательном центре. Там работает выездная прививочная комиссия. Получить вакцину бесплатно могут все желающие, не имеющие противопоказаний. Кто в основном стоит в очереди в прививочный кабинет и как там организована работа медперсонала, расскажет наш корреспондент. Юлия Ахтямова – одна из первых, кто решил привиться в торговом центре Костаная. Вакцинироваться женщина решила по примеру родных. Дочь и родители уже посетили прививочный кабинет. Я просто работник частной организации. Я сама добровольно пришла вакцинироваться. Первая вакцина у меня. Вот пришла, посидела, прошла обследование небольшое, заполнила анкету. Несмотря на то, что прививочный кабинет в ТРЦ работает только второй день, желающие получить вакцину выстраиваются в очередь. Активность проявляют пока в основном пожилые люди. Вакцинировали уже более 200 человек. Были пару случаев, в которых медотвод был по показаниям, которые недавно перенесли коронавирусную инфекцию. Медотвод на полгода. В основном сейчас идут активно пенсионеры, также работники ТРЦ данного. Вакцинация начинается с зоны регистрации. Берем бланк, заполняем его, указываем свои данные, тем самым даем согласие на прививку. С ним проходим к терапевту. Если врач дает добро, идем в кабинет вакцинации. После чего нужно подождать 30 минут под наблюдением медицинского работника. Получить вакцину могут даже те, кто не закреплен именно за этой поликлиникой, которая прививает в ТРЦ. Пока здесь вакцинируют только первым компонентом. Такие прививочные пункты, организованные в общественных местах, по словам медиков, должны решить проблему очередей в поликлиниках. Нина Шапой, Елена Досова, Андрей Сысоев, ТДК-42, Костанай. Подсолнечное масло подорожало в Западно-Казахстанской области. Еще в марте литр можно было купить за 600 тенге. Сейчас его продают на 145 тенге дороже. В управлении предпринимательства заявили, что в середине марта была установлена предельная цена на масло. Это 624 тенге. Но по таким ценам этого продукта в магазинах нет. В магазинах и на рынках литр подсолнечного масла продают от 750 до 800 тенге за литр. Продавцы торговых точек отмечают, что масло начал дорожать в ноябре 2020 года. Масло стоило 605, 615. Сейчас масло стоит 745 тенге. Да, люди возмущены такими ценами. Вот оно у нас стоит в реализации, оно не очень идет. Не очень. Раньше оно у нас прямо быстро расходилось, быстро. Сейчас оно не пользуется таким спросом, зависит от цены. С начала года зафиксирован рост по 10 позициям социально значимых продуктов питания. Больше всего в цене поднялись картофель, яйца и подсолнечное масло. Подорожали все продукты, поэтому выделить какую-то группу продуктов, наверное, невозможно. Ведь молоко подорожало, яйца подорожали. Ну, мясо всегда было дорогим. Но вот еще и масло подсолнечное. Да, это, кстати, тоже, но людям приходится выживать. Особенно мне жалко социально незащищенные слои. Пенсионеры, наверное, многодетные семьи страдают. В управлении предпринимательства заявили, что им проводится работа по стабилизации цен. Открываются социальные магазины, заключаются меморандумы с торговыми сетями. Но особого эффекта эти действия не производят. Урожай подсолнух у нас был плохой. Также это связано и с пандемией. Подорожание яиц обусловлено тем, что цены на кормовые сырье на сегодняшний день тоже превысили 25-30%. На сегодняшний день у нас в области имеет стабилизационный фонд. В общем, с 2019 по 2021 год выделено 550 миллионов тенге. Отметим, что в случае необоснованного повышения цен предпринимателям грозит штраф до 300 тысяч тенге. Роман Копняев, Монорбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК-42. Бензиновый кризис назревает в Западно-Казахстанской области. На автозаправочных станциях подорожало самое ходовое топливо. Сейчас за литр бензина марки АИ-92 просят до 180 тенге за литр. При этом на многих заправках нет никакого бензина. В Министерстве энергетики заявляют, что государственное регулирование цен ими не производится. При этом отмечают, что на дефицит топлива повлиял плановый ремонт на Атырауском НПЗ. По информации Министерства энергетики, ремонт Атырауского нефтеперерабатывающего завода планируется закончить 24 апреля. Поставщики горюче-смазочных материалов закупают объемы Шимкенского завода. Но так как транспортировка стоит дороже, розничная цена выше. Проблемы с топливом возникли и у сельхозтоваропроизводителей. Из-за дефицита ГСМ представители крестьянских хозяйств не могут вовремя начать полевые работы. У аграриев заготовлен небольшой запас дизельного топлива, но его хватит ненадолго. Если ситуация не разрешится, это может повлиять на будущий урожай. Мы сейчас с прошлогодним запасом немного как-то выходим, не останавливаем работу. И хотелось бы обратиться ко всем соответствующим органам, чтобы ускорили этот момент. Это проблема не только наша, то есть это будет по области. Договор заключен, что у нас 100 бат сарна по 161 тенге за 1 литр. Работники скандальной свинофермы в Актюбинской области объявили голодовку прямо на территории комплекса. Люди не могут получить зарплату, так как счета компании заморозили. Они надеются, что глава региона Ондасену Розалин вмешается в ситуацию и поможет решить их проблему. Лейла Ауесова встретилась с участниками голодной акции. Работники Бестамакской свинофермы сегодня пошли на крайние меры. Порядка 70 человек объявили бессрочную голодовку и готовы сидеть до конца, пока власти не решат их проблему. Среди голодающих много женщин. Они заявили, что будут отказываться от еды и воды, пока комплекс вновь не заработает. По их словам, они не смогут найти другую работу в поселке. Мы пойдем и возьмем детей. По желанию, кто хочет, пусть берет детей, ведет в Акимат. Что, нас по одному не пустят туда? Мы пройдем, по-любому, как-нибудь, но мы пройдем. Возьмем детей, посадим. Пускай кормят, одевают, обувают. А что нам еще остается делать? Хэштегом опечатаны работники свинофермы хотят привлечь внимание властей к своей проблеме. Они утверждают, что к голодовке готова присоединиться и остальная часть коллектива. А это еще больше 300 человек. Они также добиваются снятия ареста со счетов компании. Прибывший на встречу с голодающими заместитель районного Акима признал справедливость их требований. Но в очередной раз объяснил, что Акимат не уполномочен решать вопрос открытия или закрытия предприятия. Это решает только суд. Грубо говоря, так, на встречу не идет руководство. Вранье! Вчера руководство до вечера просидело. Мы сейчас самое главное, чтобы хотя бы отработать вопрос с резервным счетом и открыть ту заблокированный счет и оплатить на этот месяц хотя бы заработную плату этим людям. Акимат или местные исполнительные органы не уполномочены перерассматривать или рассматривать решение суда. В областном Акимате всю вину и ответственность за происходящее просто переложили на руководство компании. Пока идут переговоры на ферме, продолжается мор свиней. Количество павших животных уже перевалило за полсотни. Что будет дальше, страшно представить, говорят работники. Лайла Уэс, Вожимар Ходобергенов, телеканал ТДК-42, Октюбинская область. Атрауский чиновник, который подозревался в получении взятки, был оправдан. Суд вынес такое решение в отношении руководителя областного управления координацией занятости и социальных программ. Подробнее в следующем сюжете. В Атраусской области в мошенничестве и получении взятки обвинили руководителя областного управления координацией занятости и социальных программ. Однако данные и факты в ходе расследования не были доказаны. Дело было направлено в суд по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» в марте текущего года. Мой подзащитный признался в том, что выступал только посредником между людьми, которые хотели оказать помощь нуждающимся и теми, кто нуждался в помощи. Это, согласно кодексу, тоже является нарушением. Прокурор просил пожизненно отстранить от государственной службы подсудимого и наложить штраф в размере трёх миллионов тенге. Однако судья назначил другое наказание. Суд учёл, что в семье обвиняемого есть маленькие дети, дочь инвалид, а также то, что он добросовестно выполнял свои функции, помогал многим нуждающимся и искренне сожалеет о своём поступке. Исходя из этого, судом установлено, что лицо, впервые совершившее нарушение в случае раскаивания, освобождается от уголовной ответственности. Стоит отметить, что общественность оказывала поддержку чиновнику с момента задержания. Мы верили, что Серик Хамедулла – честный гражданин. Это самое главное. И это подтвердилось. Он остался чистым гражданином. Я не знаю, останется он на работе или нет, потому что его здоровье серьёзно пошатнулось в этом. Но мы были с ним до конца. Я хочу сказать всем спасибо, кто был рядом. Главный фигурант нашумевшего дела Серик Хамедулла выразил благодарность оказавшему поддержку людям. После суда он дал интервью нашему телеканалу. «Я делал благие дела, но никому об этом не говорил. Всевышний дал такое испытание. В это время везде писали про мои деяния. Я хотел показать, как нужно работать с народом. Нужно всегда быть вместе с людьми». Таким образом, резонансное дело закончилось в течение 20 дней. Однако решение суда ещё не вступило в силу. Обвиняющая сторона может подать на апелляцию. Адена Маулянга Загани Сагандыков, Рустам Джумашев, ТДК-42, Атрауская область. Столкновение грузовой «Газели» и «Мерседеса» попало на видео в Уральске. В результате российский автомобиль опрокинулся набок. В департаменте полиции области сообщили, что ДТП произошло вечером 14 апреля на пересечении улицы Жангирхана и Айткулова. 23-летний водитель «Газели» ехал по улице Айткулова и при пересечении перекрёстка на запрещающий сигнал светофора столкнулся с легковушкой, ехавшей по улице Жангирхана. От удара машина развернула и гружённая «Газель» частично опоркинулась на иномарку, за рулём которой находился 40-летний мужчина. Легковой автомобиль получил значительные повреждения. В уральске грузовик провалился в землю рядом с новым домом. Водитель уверяет, что он попал в такую ситуацию впервые. На место прибыли представители подрядной организации, строившие жильё по программе государственно-частного партнёрства. Они пообещали привести прилегающую территорию в порядок. Водитель «КамАЗа» с грузом чернозёма хотел въехать во двор дома по улице Курумногазы-198, но не получилось. Тяжёлая машина провалилась по колёсам в землю. В департаменте по чрезвычайным ситуациям предложили водителю грузовика решать проблему самостоятельно. Таксист стоял, разъехаться надо было. И вот чуть правее дал, он у меня провалился. Что это провалилось? Именно земля, асфальт? А там канализационная это была, там пустота внутри под землёй. Целую ночь машина простояла под окнами многоэтажного дома. Наутро её разгрузили и при помощи автокрана вызвали из земляного плена. В городском отделе строительства отметили, что здание построила подрядная организация. Дом был сдан в эксплуатацию в 2019 году. Во время стройки здесь была проложена канализация. Мы всё катком всё прошли, но сейчас эта талая вода, наверное, дошла, и она земле дала осадку. Сейчас это занимаемся, сейчас здесь всё выровняем. Мы людям всё тротуару всё сделали, но по благостройствам, жители тоже жалуются, но это благостройство должно было заниматься полностью этим благостройством. Отметим, что сейчас провал временно заделали чернозёмом. В Уральске проводят дорожную разметку. В связи с этим в городе поочерёдно будут перекрывать участки улиц. Об этом рассказали в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Также на время этих работ может измениться движение автобусов. Движение транспорта будет возобновляться сразу после завершения работ. О том, когда и какие улицы будут перекрыты, сообщат в социальных сетях на страницах местных исполнительных органов. В первую очередь нанесение дорожной разметки производится на центрально-магистральных улицах, а потом уже на второстепенных улицах. В общем, планируемая протяжённость составляет более 300 километров по всему городу. С 20 апреля в Приурале открывается сезон навигации. Это период времени, в течение которого возможно судоходство. Специалисты транспортного контроля напоминают владельцам речного транспорта о соблюдении норм при перевозке пассажиров на воде. На сегодняшний день в Западно-Казахстанской области зарегистрировано порядка 400 единиц речного транспорта. К каждому виду судна предписаны определённые требования. Для каждого судна должно быть, соответственно, спасательные жилеты. Спасательные жилеты должны соответствовать количеству пассажиров, находящихся на судне. Нарушитель данного требования привлекается по 581 статье, частью 1 Кодекса обеспечения правонарушения. Привлекается штрафом на сумму 53 тысяч 340 тенге. В Уральске и за его пределами ежедневно происходит до 8 загораний. Сухая трава, погодные условия и человеческий фактор повышают риск возникновения пожаров. С целью предупреждения пожароопасной ситуации специалисты департамента ЧС проводят рейды по полям, в ходе которых оповещают представителей крестьянских хозяйств о соблюдении мер безопасности и проверяют наличие противопожарной техники. На полях снег только сошел, а опасность загорания пожара уже очень высокая. Как правило, в это время в крестьянских хозяйствах подготавливают почву для посева, а значит работают с горюче-смазочными материалами, легко воспламеняющимися предметами и убирают поле от прошлогодней сухой травы. Чтобы избежать неприятных последствий этого, сельхозники должны принимать необходимые меры. В первую очередь делают опашку полей, создавая тем самым препятствия для огня. Самая эффективная техника, которая у них имеется, это плуг для нас, по нашему приспособленную техника, можно отсекать поле от, во-первых, мерализованной полосой делать, опашкой делать вокруг поля, а если вдруг перекинулся, там ветер бывает и через Урал перепрыгивает, вот, а если перепрыгнуть, то встречным, на пути исследования огня провести опашку и провести встречный пол поля, чтобы не сгорело все поле. Представители крестьянских хозяйств должны быть готовы к возможным чрезвычайным ситуациям. Возгорание может произойти и на соседнем поле. Это никто не застрахован, но если эти случаи, как говорится, появляются, мы помогаем друг другу. Если есть техника, техникой, то если нет, то в основном людьми. Как правило, на открытой местности даже небольшой ветер ощущается сильнее, и он может перенести огонь на соседнее поле, тем более, когда вокруг сухостой. Поэтому сотрудники департамента ЧАЭС настоятельно рекомендуют аграриям соблюдать элементарные правила пожарной безопасности и следить за штурмовым предупреждением. Опасность пожара высока не только на полях, но и дачных участках. Поэтому садоводам-огородникам тоже следует быть более бдительными при работе на участках. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. В завершении коротко о погоде. В Уральске середина апреля радует горожан солнцем и теплом. Синоптики прогнозируют, что в эти выходные могут пройти осадки. Но температура воздуха практически не изменится. А вот на следующей неделе похолодает. Ожидается, что температура воздуха ночью может опускаться до нуля градусов. На территорию города Уральск ожидается днем местами дождь. Направление ветра северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха днем 7-10 градусов тепла. Днем 20-25 градусов тепла. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»